Если я с кем-то буду знакомиться, я скажу, что я владелец Бомбина, они все удивляются. Мы мороженое производим из натуральных продуктов. Это же дорого? Это очень дорого, потому что здесь очень много ручного труда. Молоко Астана ЛНМ, это местные производители, администрация президента, они готовят на их столы. В начале бизнеса мы все умные и купили сначала китайское оборудование. Тоже дорогая позиция – это киви. Почему? Потому что вручную чистить надо киви. Короче, покупайте именно фиска-школы. Оно самое дорогое. Мне приходится отдыхать, мучить себя. Азамат, я знаю, что у вас несколько видов бизнеса. Самый сладкий бизнес – это мороженое. Также вы занимаетесь цементом, насколько я знаю, да? Не цементом, мы производим железобетонные изделия. Это сваи, перемычки, кольца, лестничные марши. Причем, мне нравится, что это параллельно происходит, да? Здесь мороженое, здесь перемычки. И еще башенные краны, да, у вас есть? Да, сдаем в аренду башенные краны, производим еще щебень, металлические различные конструкции делаем. То есть вы такой производственник? Да, производственник. Вам не важно, что производить, главное – производить, да? Да. Ну, это вклад, мой вклад в экономику Казахстана. Все говорят, ничего не производят. Я хочу доказать, что можно в Казахстане производить. Бизнес по производству мороженого бомбина, насколько вот он для вас важный бизнес? По этому бренду меня узнают, ну, то есть этот бренд стоит по узнаваемости выше меня, да? То есть он, если я с кем-то буду знакомиться, я скажу, что я владелец бомбина, они все удивляются, да? Начинают спрашивать все вопросы. Поэтому для меня это такой приятный момент, связанный с этим бизнесом. Почему вы 16 лет молчали и не говорили, что вот я, Азамат, являюсь основателем бомбина? Ну, вначале я тоже, честно говоря, стеснялся, потому что у меня был такой крупный бизнес. И мы, когда начали мороженым заниматься, мы не стали сразу такими закупать мощное оборудование, а мы прям с малого-с малого начинали, как будто у нас с нуля начинали. И вначале, чтобы был такой хороший маркетинговый ход, мы сделали так, что клиент, который будет приходить к нам и будет вопрос себе задавать, что за мороженое, он подумал, это итальянский бренд, это привезенность в Италии. Чтобы он так на свои вопросы отвечал. И вы долгое время, мне кажется, жили за этой ширмой, как будто бы это итальянское мороженое. Да. Но еще было некрасиво тоже. Не то, что не красиво, еще было. Мы боялись показывать, потому что как бы не хотели показывать это конкуренции. Закрытые были. Ну, весь бизнес зачастую закрытый, да. Сейчас в Казахстане вот больше на открытость работают, на личный бренд, на бренд компании, более открытая и финансовая часть компании. И доверия тогда больше. Да, доверия. Сегодня я увидела, как производят ваше мороженое. Ну, я, конечно, поразилась тому, что все из натуральных продуктов и что это натуральные орехи, да. Раньше я реально думала, что это все там просто, знаете, там вкусовые просто добавки добавляют. Вы сразу от этого отказались, да? Да, мы не добавляли. Но я сегодня ваши эмоции видел тоже, меня порадовали ваши эмоции. Ну, потому что я реально была удивлена. Мы мороженое производим из натуральных продуктов. И для этого мы приготавливаем пасту. То есть это не красители, не добавки? Да, ни в коем случае нет. Ни ароматизаторов, ни красителей, никаких. То есть это все натуральное? Все натуральное. Девушки берут, фисташки чистят, моют, потом жарят. Поджарят. Жарят. Потом мы проводим два цикла его дробления, чтобы превратить его в пасту. Да, потом эта паста закладывается в основу мороженого и получается из фисташкового мороженого. Слушайте, но это же дорого. Это очень дорого, потому что здесь очень много ручного труда. И красители, и ароматизаторы стоят в сотни раз дешевле. Не то что... И там, здесь, если мы с натуральным продуктом работаем, у нас всегда есть такие колебания во вкусах, потому что это натуральный продукт. Это очень сложно постоянно работать с ним. Здесь даже можно пережарить и уже другой будет вкус. Да, да, всегда это оригинальные вкусы будут. Для мороженого сникерса, допустим, в сникерсе есть арахис, есть карамель. И вот и арахис, и карамель мы сами готовим. То есть мы не какой-то... Не берете готовую карамель? Да, потому что готовая карамель – это тоже ароматизатор и тоже краситель будет существовать. Даже в какао, допустим, малазийское какао, да, в основном на рынке используют. Там и краситель, и ароматизатор есть. Мы используем швейцарское какао. В Швейцарии мы привозим какао, и из швейцарского какао мы делаем шоколад. Да, мороженое шоколадное у нас максимально высокого качества, я так скажу. Слушайте, ну классно, у вас швейцарское какао, натуральные орехи. Я, честно говоря, не думала о том, что при изготовлении мороженого используют натуральные продукты. Ну то есть я думала, что все-таки, наверное, это больше там красители, какие-то там вкусовые добавки. Ну, мы всегда, когда гостей сюда приглашаем, они все удивляются. У вас все натуральное, все натуральное. Уже настолько люди не верят этому всему. Да, это, знаете, как домашнее мороженое. Да, да. Вот так вот вручную. А он и называется артиджинали. Артиджинали – это значит ремесленное домашнее мороженое. В Италии практически не существует сети мороженого, потому что они все делают его как домашнее, ремесленное. Вы долгое время скрывали, что это made in Казахстан, что это наш продукт. Я даже знаю, что вы, когда шли договариваться в торговые центры, за вас это делали итальянцы. Да, да. То есть было сложно, да, получается, получить место там в торговом центре, если это казахстанский продукт? Ну, это всегда сложно получать в торговых центрах место, да. Но мы еще хотели хорошее место получать, поэтому на переговоры мы приглашали итальянцев. Да, но они, итальянцы эмоционально и умеют презентовать любой продукт. И мне нравится, торговые центры не проверяли, да, вообще существует такой бренд в Италии или нет? То есть они не проверяли? Они не проверяли, но в любом случае мы их не обманули. Приезжали итальянцы, которые представляли витрины, приезжали итальянцы, которые обучали нас. Мы много сырья тоже там покупаем, поэтому мы не считаем, что мы... И итальянцы не считают, что они обманули торговый центр. Это был такой ход для того, чтобы получить место. Да, да, да. Сейчас совершенно другое время, да? Сейчас вас поддерживают? Сейчас торговые центры, если открываются, они нас приглашают. Да, да, то есть они даже делают опросы, кого бы хотели видеть, и они выбирают нас. У вас в Азаматханшатыре прям хорошее такое кафе. Да, да. На сколько людей рассчитано? Здесь 60 квадратов, 10 столиков. А всего сколько в основе точек? У нас 25 точек. 25 точек. Это все ваши собственные, да? Все наши собственные точки. Но это тоже хорошо, потому что вы знаете своих сотрудников, да? Вы знаете там хранение, качество, то есть это все безопасно. Да, да. Когда через наши точки проходят, мы три раза в день привозим, чтобы максимально было свежее мороженое. Да, то есть оно не застаивается. А какое у вас, девочки, здесь самое популярное мороженое? Ну, как база, это, конечно, сливочный, шоколадный часто берут, но в то же время не отстает и фисташковое мороженое. Фисташковое? Ну, нам сказали, что фисташковое самое дорогое. Так, давайте я что-нибудь новенькое попробую. Орео, мне кажется, тоже, да, классный вкус. Можно мне орео попробовать? Вам рожок в стаканчик. Давайте рожок. Маленький, средний. Я порекомендовал бы вам банановый выбрать или шоколадный выбрать, потому что орео, он ближе к сливочному. Ну, я хочу орео. Азамат, не навязывайте мне свой вкус. Видимо, вы любите сами шоколадный, да? Да, я очень люблю. Слушайте, ваши дети часто приходят сюда? Ну, дети приходят, у нас все это инкогнито, там нету, что специально обслуживали. Спасибо. А сколько стоит один рожок? 600 тенге. Вы в день сколько рожков продаете? За весь день так, ну, 700, наверное, выйдет. 700 рожков, да? Да. Это нормально или мало? Ну, у нас нету, нормально или мало, да? У нас зависит от клиента. В зависимости клиент вперед или нет. У нас все, все точки, они самоокупаемые, они все точки в прибыли сидят. В выходные дни, конечно, бывает, что все, ничего не остается, нам полностью приходится делать полную заявку. Бывают будние дни, когда людей мало, прохладно. То тогда много чего бывает остается, поэтому мы заявку делаем маленькую. Производство мороженого – это все равно, ну, можно сказать, рисковый бизнес, да? Потому что, не дай бог, если там хотя бы один ребенок отравится, то можно нести очень большие репутационные риски. Вы с этим не сталкивались? Мы сталкивались один раз. Это было в Чемкенте. Клиенты отравились не нашим мороженым, а чужим. У нас в Чемкенте не было продаж. Но этот пожар, тревоги и на нас распространился. Нас начали сразу сильно проверять. И мы поняли, что это очень рисковый бизнес, высокорискованный бизнес. Могут за один раз все закрыть. И мы теперь максимально себя хотим обеспечить безопасностью этой, не хотим принимать лишние риски. И делаем специальные проверки. По техрегламенту наша продукция молочная, она проверяется два раза в год. Но мы составили договор с аккредитованной лабораторией. Это наша СЭС городская. Мы проверяем ежемесячно. Мы проверяем готовую продукцию на кишечную палочку, на стафилокок. Там, в общем, по микробиологии пять показателей идет. И смывы проверяем также с оборудованием, и с рук, и с одежды работников цеха. И проверяем сырье. Мы используем молоко и сырек. То есть это государство проверяет? Это государство проверяет. А вы сами как проверяете? А наша лаборатория, она не аккредитована. Это мы для себя уже делили. А можете показать, как вы это делаете? Да, конечно. То есть мы каждый день проверяем. Мы проверяем готовую продукцию. Вот я отбираю пробы в стерильном боксе. Это все происходит. И отбираю каждого вида мороженого. Вот, допустим, сливочное я отбирала, шоколадное. Ну, то есть все мороженое, которое делается в сутки, в смену готовой продукции. А вы проверяете на что? Это я проверяю на кишечную палочку. Потому что для нас кишечная палочка – это самый такой… Самое страшное, да? Да, страшный, который приводит к отравлению. То есть если вы съедите мороженое, если там будет кишечная палочка, то происходит отравление. Азамат, а у вас было хоть раз, например, вы 16 лет работаете, да? Это лаборатория ваша собственная. У вас было такое, что находили кишечную палочку? Происходит это. Для этого и лаборатория это делается, да, чтобы выявлять это. Когда кишечные палочки, они рознят друг друга, там бывают колонии. Если много бактерий, то колония большая. Если мало бактерий, то колонии маленькие. Но в любом случае, с любыми колониями мы эти партии будем убирать. То есть если, например, вы обнаружили кишечную палочку, все, партия вся уничтожается, да? Нас никто, никакой государственный орган не заставляет иметь свою лабораторию. Не заставляет. Мы с ними имеем договор. Мы вообще должны только два раза в год проверяться. Мы у них заключили договор, что каждый месяц будем, они нас проверяют. Не только наш сек, но и наши точки реализации. Да, не только мороженое, но смывы всех оборудования берут, сточек берут. И вы спите спокойно, да? И мы можем спокойно есть бомбина, не переживать, да? И детям своим давать. Для нас это гарантия долгой жизни нашей компании. Ну это правильно. Поэтому мы сделали такой... Ну вот держать такую лабораторию, это дорого, смотри? Это не дорого. Тут нужно просто как бы философию понять, да? Для чего мы это делаем. Мы не только вот заурезшие этим занимаемся, но и других сотрудников мы привлекаем к этой лаборатории, чтобы они понимали, где может эта бактерия образоваться. А вы считали, сколько вы уже в целом затратили на этот бренд? В целом я, когда заходил в этот бизнес, у меня было миллион шестьсот тысяч долларов в кармане. И через три года они обнулились за счет этого бизнеса. Ну на четвертый год я начал уже генерить по-малому прибыль. То есть у вас четыре года ушло для того, чтобы поставить этот бизнес на ноги? Да. Три года они минусовые были. Какие вы ошибки тогда совершили? Ошибок было, ну каждый шаг были ошибки. Мы первые покупали оборудование, хотели сэкономить, купили китайское оборудование. И все это оборудование мы поняли сразу в первые же три дня, что оно будет некачественный продукт давать. А за сколько вы его купили? Ну сейчас точно не помню, это было где-то около двухсот тысяч долларов. И мы его, мне даже было стыдно его перепродавать. Я его в контейнера поставил, а потом по чуть-чуть, по чуть-чуть клиенты сами искали, и мы продали. А так, ну и были, тоже итальянцы не будут. Вот прям сотрудничать так, и все красиво вам продавать. Они продадут сначала то, что не нужно. Тоже там было, много ошибок было. Здесь у нас уже основной цех по производству мороженого. Оно начинается с варки, приготовления. Все начинается с молока, да? С молока, да. А молоко откуда? Мы используем молоко Астана УНМ, это местные производители, администрация президента, они готовят на их стол. В магазине не купишь, короче, это, да? Продают. Продают, да? Продают, да. Так, Астана УНМ, будем иметь в виду. Да, да. Оно уже пастеризованное, да? Пастеризованное, готовое молоко. Ну, вы его тоже потом снова, да, варите? Да, сейчас я вам покажу. Это такой технологический регламент, мы его обратно должны. Так как смешиваем уже с другими ингредиентами, как сахар, закладываем в сливки и там... Стабилизатор для мороженого. Стабилизаторы и инулин, декстроза, фруктоза. Это все вот кипятится вот получается здесь, да? Да, да, да. Вот сюда по калькуляции добавляются сливки, молоко, сахар, сухие вещества, которые необходимы при производстве мороженого. Вот там кокау добавили. Да, это шоколадная смесь получается. Ну, классно. Только кокау, которую мы показываем сейчас. А потом оно куда уходит? По трубе. В закрытом виде, по трубопроводам, она по насосу через фильтра попадает на гомогенизацию. Тут происходит процесс гомогенизации, дробление жирового шарика. У нас все итальянское оборудование, да, и пастеризация, гомогенизация, там охлаждение идет, потом здесь созревание. Вот здесь созревание, да? Да, созревание. Получается, после гомогенизации идет охлаждение до 4 градусов. Смесь охлаждается, и по трубопроводам идет созреватель. Слушайте, это такой сложный процесс, да? Это очень. Это все made in Italy, да? Да, да. Если не дай бог сломается, вам нужны итальянские инженеры? Ну, у нас уже свои инженеры, потому что мы на обучение отправляем в Италию, и у нас хорошая взаимодействие с итальянцами. Вот вам, чтобы вот все это создать, сколько времени ушло, вот систематизировать, чтобы это все? Ну, это не совсем такая тяжелая технология производства, но это уже прописано все. Другое дело кадры, да, то есть нужно, чтобы за всем этим кадры поспевали. У нас технологи тоже ездят, ежегодно в Италию обучаются. Первые 4 года каждые 3 месяца к нам итальянцы приезжали, тоже обучали. Мы вначале не брали готовых специалистов, потому что те люди, которые с советского системы пришли, у них другое мышление, да, другой подход. Они не видели это ручного мороженого, поэтому нам приходилось свои кадры заново воспитывать. Это более длительный процесс, чем купить оборудование. Оборудование можно быстро купить. Вы производите твердое мороженое и мягкое мороженое, да? Мягкое мороженое, это которое? С аппарата. С аппарата. То есть аппараты у вас везде, да, стоят? У нас на уличных точках стоят аппараты мягкого мороженого. И вот то мороженое, которое мы видели у вас в цеху, это твердое мороженое, да? Да, да. Почему вы его не расфасовываете? Ну, расфасовка — это уже совсем другой вид бизнеса. Это промышленный вид бизнеса, там надо делать большие объемы, это другой вид подачи фасовочного. Ну, это раздельный везде бизнес. Но в будущем вы будете делать фасованное мороженое? Мы нет, мы не будем делать фасованное. Мы хотим развиваться в своем направлении. И у нас есть куда расти. Мы смотрим на сграничный бизнес, в ту же Америку мы смотрим. Для нас очень интересная их цена. Это цех, где мы изготавливаем уже конечный продукт. Да, это как с горячей печи хлеб вышел. Супер, классно. Это очень умные машины, они делают... То есть, а это потом куда пойдет этот бокс сейчас? Это в шоковой морозине. Нам главное, чтобы эту структуру сохранить, чтобы не было никаких кристалликов сверху мороженого. И форму сохранить. Вот где вы. Классно. То есть, это все вот так вот по трубам идет, идет, идет. И сюда уже готовое, да? Сюда пришла база. Мы добавили ту пасту уже вручную, которую мы приготовили. А, пасту вы вручную добавляете, да? Да, вручную добавили. И вот это сникерс, да? Вот. Это получается 50% сливки? 50% пасты, да? Или как? Да, получается молочная смесь 50%, которая состоит, вот варится там, на том участке, который мы только что были. То есть, это основа, да? Это основа. И к ней добавляются уже различные пасты для конкретного мороженого. Если это сникерс, то добавляют арахисовую пасту, карамель. А если это будет фисташка, то это уже фисташковая паста добавится. Я теперь ваш постоянно лояльный клиент, потому что я своими глазами увидела, как производится мороженое. Это, ну, фактически домашнее мороженое. Девушки, когда приходят устраиваться на работу, у нас очень много в сезон будет приходить. И мы делаем стажировку у нас в цехе, чтобы они видели, что это натурально. Не просто написано натурально, это сделано, а сами своими глазами увидели ее натуральность. Вы здесь давно работаете? Пару месяцев точно. Нравится мороженое? Отлично, мне каждый день нравится. Я пробую. А вы ходили в цех, видели? Да, конечно. Когда вы увидели, как производится мороженое, повлияло на ваши продажи? Будем, когда я иду, это вот не работало. Просто приходишь, мороженое берешь, а ни о чем не задумываешься. После того, как ты сходишь в цех, видишь, что все натурально, даже тот же самый киви чистят руками, то это другие ощущения совсем. Шикарное мороженое. Это натуральное. Оно такое вкусное. Азамат, скажите, пожалуйста, вот это вот оборудование все итальянское, да? Все итальянское. Мы уже обжигались, да, в начале бизнеса мы все умные и купили сначала китайское оборудование, да. Но буквально чуть-чуть, три дня поработали и поняли, что мы с ними дальше не сможем. То есть всего три дня смогли поработать? Да, три дня. И за три дня китайцы... Ну, если не выходит оттуда мороженое... То есть лучшие производители мороженого в мире это итальянцы, да? Да. Потом я ездил тоже в Китай, и в Китае я видел, что тоже итальянское оборудование. Хорошо, в Китае тоже итальянское оборудование. Да. Мне еще знаете, что понравилось у вас в цеху? Что у вас компактно, то есть у вас мало людей производит такой объем мороженого. Сколько в день вы производите? Мы производим от двух до четырех тонн. Ну вот, от двух до четырех тонн производят, извините меня, 14 человек. Да. Это, да, производительность труда у нас высокая. Ежегодно она растет за счет того, что мы облегчаем различными видами оборудования этот труд. И мы также не используем большие цеха. Чем больше цех, тем больше человек должен пройти в этом цеху и терять на это физический труд и работу. И, кстати, да, у вас так все очень компактно, да? Да, да. Ну, это такой тоже кайдзен, японская система, где вот минимальным движением ты мог добраться до какого-то продукта своего. А вы где-нибудь вообще обучались бизнес-технологиям? Да, нас напрямую обучала японская компания, Джайка. Это при правительстве Японии они спонсируют третьи страны, чтобы вот именно в производственных моментах обучают, ну, передают им культуру бесплатно. Это их миссия такая. То есть вы бесплатно получили эти знания? Ну, были затраты, но в основном 90% оплачивала Япония. Самое дорогое по себестоимости мороженое – это фисташка в мороженом, потому что сами фисташки очень дорогие. И каждый год цена просто очень быстро рассчитана. Я видела, то есть вы берете натуральные орехи, делаете свою пасту, да? Да. У вас соотношение 50 на 50, потому что оно и чувствуется. Хочется тебе попробовать фисташковое мороженое? Можем сказать, на нем почти ничего не зарабатываем. Да? Да. Но оно просто как бы делает вам маркетинг, да? Да, потому что мы все мороженое по одной цене продаем. Короче, покупайте именно фисташковое, оно самое дорогое. Ну, все уже сказали, сказали. Вы сегодня сказали, что вы редко приходите на фабрику по производству мороженого бамбина. То есть вы практически туда не ходите, да? Вот чем вы занимаетесь? Я вообще стараюсь в бизнесе никуда не ходить излишний раз, да, потому что все сотрудники должны уметь все вопросы решать самостоятельно и принимать даже какие-то стратегические вопросы самостоятельно. И мое вмешательство – это как вред для моей компании. И у меня нет кабинета, там рабочего стола. А чем вы занимаетесь тогда? Классная у вас работа, кстати. Классный у вас лайфстайл. Успешный успех. Да, да, да. Вам приходится отдыхать? Мне приходится отдыхать, мучить себя. Лежать на Мальдивах. Ну, я очень много путешествую, серьезно. Как бизнесмен, он не может отдыхать полноценно. Он смотрит, вокруг все изучает. И это я, грубо говоря, фотографирую, делаю свои заметки. Мне что-то приходит, как художнику, не знаю, что-то такое. То есть вы ищете новые идеи, да? Да, новые идеи. Ну, может быть, ассортимент какой-то, может быть, какую-то культуру. И все это пишу в свои группы, в чаты своим сотрудникам, вдохновляю их. То есть ваша задача – вдохновлять сотрудников? Да, это первое. Обучать их, еще какие-то курсы, чтобы они обучались. Потом я смотрю за финансами. Но финансами я не подписываю документы, не регулирую этими финансами. Я просто смотрю, чтобы наша компания не проседала. У нас еще есть сорбетовое мороженое. Сорбетовое тоже делаем все из натурального, да? Это безмолочные основы. Ягоды, я смотрю. Ягоды полностью. Малина, клубника. Это манго, да? Манго. За мороженое привозим манго. Ммм, супер. Да, облепиха, смородина. Там у нас вон бананы. Слушайте, у вас продукция, вообще мороженое сколько стоит? У вас это все натуральное. Вот киви, самая тоже дорогая позиция, это киви. Почему? Потому что вручную чистить надо киви. Да. И у нас... Но это выгодно производить сорбет? Ну, выгодно, раз мы живем. Выгодно, да? Да. Ну, сколько один у вас сорбет стоит? У нас все виды... Одна цена. Одна цена. Но киви, например, подороже, да? Короче, берем писташковое мороженое и сорбеты из киви. Рецепт. Как вы делаете рецепт? Рецепты создают наши девчата. Они пробуют много разных вариантов делают. Соотношения различные выбирают. Но тоже это... Там высчитывается сухое содержание, количество сахара. В продукте тоже есть количество сахара какое-то. Да, гост есть на мороженое. И мы, согласно этого, делаем несколько вариантов. Потом сами пробуем, что нам больше подходит. Вот как часто вы меняете рецепт? Вот, например, вот создали писташковое мороженое? Когда вы его создали? Когда мы меняем сырье. А-а-а. Оставщик, допустим, сейчас турецкий. Нет, сейчас у нас писташка иранская, а до этого была турецкая. Там чуть-чуть по-другому была калькуляция. А сейчас пошел на рынке только иранская, поэтому мы... А до турецкой была узбекская. Узбекская была, да. Мне больше узбекская нравилась. Если вы посмотрите банановое мороженое на рынке, то увидите, что он желтого цвета. Но банан сам внутри, он не желтого цвета. Это кожура желтится. У них в маркетинг такой ход, что банан желтого цвета должен быть. У вас банановое мороженое белое? У нас не белое, она такая даже мутная. Она кремово-сокое цвет. Не симпатичная, но очень вкусная. И вот дети тоже приходят на экскурсию, и они все удивляются, что банан не желтого цвета. Они привыкли видеть банан желтого цвета. А сколько у вас видов мороженого? 54. Я недавно, да, в ассортименте. То есть это клубника, шоколад, сливочная, арахисовая, сникерс, да? Да, 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 много. Я не знаю, сейчас я могу перечислить, наверное, 10, да? Это что за? Восточные сладости у нас очень хороший популярный вкус. Но почему-то вот в Астане он не так, а в регионы хорошо идет. Там идет курага, изюм, чернослив и грецкий орех. Слушайте, и все виды стоят по одной цене, да? Все виды. Хотя, например, вот если взять восточные сладости, это же опять дорого? Да, да. Но у нас есть позиции, которые вот, а не дорого, мы их не так много на рынок отпускаем. Ну, мы уже все ваши секреты-то узнали. Облепиховое мороженое тоже пользуется, да, популярностью? Ну, среди взрослых людей. Ну, такое, знаете, пенсионерское мороженое. А он существует только из-за меня. А, да? Это ваша любимая. Ссор из-за пенсионерской. А кто вас обучал вот вообще с продажем, скажем, да, как продавать? Это все тоже в Италии обучали? Да, мы девушек возили тоже в Италию. Продавцов. Продавцов возили, да. Ну, первых девушек возили, чтобы они видели, как вообще относятся к клиентам за границей. Ну, чтобы клиенты ориентированы были, да. У нас тоже текучка очень маленькая среди продавцов. У нас, ну, кто приходит, они надолго приходят. Такой, знаете, бизнесового вопроса. Вот одна точка сколько может приносить в день? По выручке я не знаю. Мы так уже это... Раньше у меня постоянно было. Ну, за 16 лет потом уже не смотришь, что это неважно становится. Ну, для вас, например, важно. Я знаю, что, например, Аркадий Новиков, да, когда он в Москве. Я вот просто пару раз была в его ресторанах, и я видела, как он приходит в свои рестораны и обходит столы. То есть вы тоже такой владелец бизнеса ходите, по точкам смотрите? Для меня психологически, главное, чтобы клиенты были, стояла очередь. Вот это самое главное, да. Не так, что KPI, там, вот выручка-выручка, там, погоня за чистой прибылью. Такого сильного нет. Но это уже выгодный бизнес. Очень выгодный бизнес у нас. Я думаю, многие, кто сейчас смотрит наше интервью, думают, я тоже хочу жить, как Азамат. Просто путешествовать. Вот сколько у вас времени ушло для того, чтобы вот так систематизировать бизнес, чтобы он вообще от вас не зависел? Да, я очень много работал, и работать всегда надо, особенно на старте бизнеса. Без владельца не получится. В какой-то момент, просто понимая, что человек может просто затянуть так сильно работу, я очень много работал, и советую всем работать. Это такой период жизни. Вот надо какое-то время учиться, потом надо работать, вкладывать, потом уже период приходит, когда надо отдыхать. Когда можно пожинать плоды, да, да. Это жизненный цикл человека лично. Если бы мне было бы сейчас помоложе, 30 лет, я бы все равно дальше работал бы, вне зависимости от состояния моего бизнеса. Просто у меня сейчас такой возраст, который говорит, давай, начинай отдыхать. Но какой-то период вы же все равно затратили на то, что вы же говорите, что вы потеряли деньги, да. То есть для того, чтобы поставить бизнес на рельсы, чтобы он вот так вот работал идеально без вас. Да. В конкретном бизнесе это прошло 10 лет, чтобы добиться такого результата. После этого я себя, грубо говоря, освободил, и у меня получилась возможность, очень много свободного времени, чтобы у меня не было желания обратно туда прийти. Я начинал другими бизнесами заниматься, отвлекать себя и открывал другие бизнесы. Молодым бизнесменам вы рекомендуете иметь несколько видов бизнеса? Или же все-таки нужно делать фокус на одном? Это от характера самого человека зависит. И тут нет такой рекомендации. Я никому не хочу ничего рекомендовать. Азаман, спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что открыли дверь, показали свое производство. Оно меня вот реально восхитило. Я когда увидела столько орехов, я обожаю, кстати, орехи, я когда увидела, что это все производится из натуральных продуктов, для меня это, ну, я в восторге. Она максимально домашняя, это ремесленная, артиджинали, и мы не отходим от этого направления. Артиджинали, это с итальянского называют переводчик домашний, да? Ремесленный, то есть сделанный руками. Да, да. В итальянских традициях это секрет, большой секрет, домашний секрет. Они передают это детям своим, да? Из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Поэтому у них в каждой точке это чуть-чуть своя душа. Ну, я уверена, что ваша история действительно будет многовековой. Я желаю вам этого. Друзья мои, спасибо вам большое за интервью. Обязательно ищите в своем городе мороженое бомбина. Made in Kazakhstan. Очень вкусное. Ну, и вы увидели только что своими глазами, что оно производится из натуральных ингредиентов. И мне нравится, что Азамат знает, где там лучшие орехи, да, закупает тоннами клубнику из Кыргызстана, да? И на самом деле это вот прям видно, что это такой ручной труд. Это очень большой труд. И поиски этих продуктов тоже очень большой труд.